Регионы России борются за право создать у себя туристско-рекреационные кластеры. Тверская область заявила на всероссийский конкурс проект по созданию кластера «Селигерия». По программе планируют открыть природный парк и обеспечить его необходимой инфраструктурой. Но чтобы он был воплощен в жизнь, нужна поддержка жителей Верхневолжьей. Тему продолжит наш корреспондент. В финал конкурса выйдут 30 проектов, получивших народную поддержку и одобрение комиссии. А по итогу будет выбрано только 10 победителей. Помочь проекту стать одним из призеров и получить федеральное финансирование можно через голосование на сайте природа.лайв, которое будет проходить до 23 июля. Для того, чтобы оставить свой голос, необходимо авторизоваться, перейти в раздел «География» и выбрать в списке регионов Тверскую область, нажав на значок под фотографией. Каждый голос будет учтен и повысит шансы проекта Верхневолжья выйти в лидеры. Надо голосовать обязательно, надо делать перепосты в соцсетях. Пожалуйста, откликнитесь. Мы с вами граждане нашей Тверской области. Все хотим, чтобы у нас вместе с туризмом еще сохранялась экология, чтобы мы оставались жить на нашей чистой земле, пить нашу чистую воду. Поэтому это наша обязанность проголосовать. Туристко-рекреационный кластер «Селегерия» предполагает открытие в Тверской области природного парка и развитие инфраструктуры возле главных туристических точек – Пеновского муниципального и Осташковского городского округов. В частности, к ним относятся исток Волги и Западной Двины – остров Хачин, храм Рождества Иоанна Притечи, Ширков Погост. Это создание нового объекта туристского показа и притяжения. Причем это исток нашей великой реки Волги и Западной Двины. И это опять же идет акцент на то, что мы находимся на территории Верхневолжья, территории истоков и чистой воды. Кроме того, по проекту запланировано создание современных гостиничных комплексов и кемпингов. Туристы смогут выбрать условия для отдыха, непосредственно приближенные к природным, либо предпочесть размещение с повышенным комфортом в коттеджах или отелях. Исполнение этих планов позволит создать дополнительные рабочие места и расширит возможности для развития малого бизнеса на территории Тверской области. Продолжение следует...